Озвучка Джейкуб представляет Два восклицательных знака Это твой вечный сосед по комнате Шуга Не могу поверить, что прошло 7 лет с тех пор, как мы знаем друг друга Я помню, как впервые встретил тебя Ты казался таким хорошим и добрым И ты выглядишь таким ярким и веселым в эти дни, что меня это поражает Я считаю, что то, что мы вместе, привело к этим изменениям Кажется, еще вчера мы были обеспокоены и не уверены на сцене Но когда я вижу тебя на сцене в эти дни, я снова понимаю, как хорошо ты поешь Это результат твоих упорных усилий в течение длительного периода времени Я давно наблюдал за тобой Было трогательно видеть, как ты пытаешься добиться большего в том, в чем ты не силен Я чувствовал, что мне есть чему у тебя поучиться Давай будем вместе еще очень долго По скриптам Оно, я бы хотел, чтобы ты вел себя по возрасту Я второй Очень хорошо Простое и хорошее письмо Честно и просто Я написал то, что хотел сказать Так странно слышать, что у Шуги такие мысли Обычно я не говорю о серьезных вещах Поэтому я не знал, что у Юнги были такие мысли Услышать что-то серьезное Это странно? Да, странно Чувствуешь себя неловко? Все пузырится внутри, да? Это как будто тебя щекочет изнутри Я не часто выражаю ему свои сокровенные мысли Но я благодарен, что он сказал это Прочитай свое письмо Я для Джей Кея Письмо Сок Джина к Джей Кею Это должно быть интересно Итак, Джей Кей Привет, Джей Кей Это я Я всегда ценю то, что ты делаешь Спасибо за то, что у тебя такое же умственное развитие, как и у меня в мои 26 лет Путешествуя с тобой, я снова вспомнил, насколько сильны твои удары Я исправлюсь Поэтому, пожалуйста, не бей меня Я думаю, твое лицо стало намного темнее во время этой поездки Как твой старший, я дам тебе маску для лица, когда мы вернемся в Корею Успокой свою кожу этой маской А еще сам успокойся и перестань лежать на моей кровати Ты продолжаешь лежать на моей кровати и делать селфи, когда я не в своей комнате И если ты сделаешь это снова, ты, может быть, и загорел на Гавайях, но я все равно брошу тебя в костер в Корее Конечно, это яма для костра, это мое сердце Приди и прими мое большое сердце Спасибо за то, что ты учитель и энергия нашей команды Чонгук, ты хороший, красивый, сильный, у тебя хорошее тело Большие глаза, ты хорошо поешь и танцуешь Я тебя люблю Слава Богу, это не было очень серьезным Это было больше забавным Я чувствую в этом его искренность Спасибо, что вы это услышали Почему ты такой спокойный сегодня? Он самый воспитанный среди нас сегодня Это как старый джинн Итак, Чонгук, перестань делать селфи на его постели С этого момента я буду слушаться тебя, Хён Никаких селфи, никаких залезаний на кровать Я буду продолжать стоять рядом с тобой и поддерживать тебя Продолжай присылать мне эти постельные селфи В отличие от того, что я сказал, они мне действительно нравятся О, это очень приятно Он всегда загружает их в гурбовой чат Я написал письмо рэп-монстру Рэп-монстр, это интересно Для нам, Джуна Привет Это самый младший из команды, Чонгук Я не умею писать письма Так что я не знаю, с чего начать Но я начну Это то, о чем я всегда думаю Меня часто вдохновляет наша команда Хотя меня вдохновляют все мемберы Я особенно вдохновлен тобой Есть много вещей, которые я хочу сделать Но, кажется, я не придерживаюсь этого надолго Вы, ребята, всегда шутите об этом? Но когда я вижу образец подражания перед собой Я чувствую, что действительно становлюсь хорошим человеком Всякий раз, когда я вижу, как ты работаешь Рассказываешь что-нибудь Работаешь над музыкой Говоришь по-английски Я развиваю это чувство уверенности и страсти Я знаю, что тебе может быть тоже очень тяжело Но, пожалуйста, продолжай показывать эти вещи для меня Я буду следить за тобой, стоя позади Ты действительно удивительный человек Полностью тронут Это определенно самый трогательный момент 2017 года Удивительный человек Чонгук обычно не говорит таких вещей Делает вид, что не слышит На самом деле слышит Честно говоря, насчет Чонгука Уверен, что все согласны Я часто завидую Чонгуку Он всегда... Да, он всегда хороший Он такой страстный Если ты сосредоточишься и сделаешь правильный выбор Я уверен, ты сможешь реализовать что угодно У тебя ведь есть этот удивительный потенциал Так что продолжай в том же духе Видя, как ты бросаешь себе вызов Я начинаю хотеть стать лучше Вот что ты заставляешь меня чувствовать Так что я бы хотел, чтобы ты сохранил свою энергию Но вы отличная команда Младший, который обычно так много не говорит И наш лидер, которого легко вывести из себя Ты Хион 95-й лайн Пишут друг другу Друг Ты Хиона это кто? Чимин? Чимин часто говорит такие вещи Ты Хиона, верно? Да А вот наоборот, это редкость Да, я не замечала этого часто Я не видел, чтобы Ты Хион говорил что-то серьезное, Чимин Это может быть весело А это сводит меня с ма Я... Ну, я просто... Я просто написал от всего сердца А ты нервничаешь? А я нервничаю Итак, давайте будем искренними и послушаем письмо Чимину Чимина, привет Написание тебе этого искреннего письма заставляет меня съежиться Но я пытаюсь продолжать Пожалуйста, пойми Во время стажировки мы приехали в Сеул и были так растеряны Мы просыпались, надевали форму и шли в одну и ту же школу Мы вместе ели, шли на тренировку, возвращались в общежитие Потом мы ночами разговаривали После таких шести лет вместе Ты теперь мой самый дорогой друг Перед нашим дебютом ты как-то переживал по этому поводу В то время у меня было собрание в компании Они спросили меня, что я думаю о том, если Чимин будет в команде Я обдумал это и сказал, что ты всегда рядом со мной Единственный, кто смеялся и плакал вместе со мной Я сказал, что хотел бы, чтобы такой хороший друг дебютировал со мной в команде Было приятно говорить это И я рад, что смог дебютировать с тобой Все наши хорошие воспоминания сделали меня счастливым И мне очень жаль, что я всегда на принимающей стороне Когда я плачу в ванной, ты все равно плачешь со мной И ты приходишь ко мне на рассвете, чтобы посмеяться вместе со мной Ты заботишься обо мне и думаешь обо мне Ты много работаешь для меня и понимаешь меня Ты выслушиваешь мои опасения и любишь меня, когда мне чего-то не хватает Пойдем, дорога счастья Люблю тебя, приятель Своему самому дорогому другу Чимину Не стесняйся, а наслаждайся письмом Я не знаю, что могут подумать другие Те, кто смотрит нас, они могут сказать, что я всегда рядом с Тихеном Но на самом деле я многому у него учусь Он заставляет меня чувствовать себя хорошо и часто трогает мое сердце Именно тогда я благодарен Тихену за то, что он мой друг Итак, я хочу сказать, что очень благодарен Не плачь, он потрясающий А не плачь, зачем начинать плакать А я завидую нам Джуну, Хасоку, Тихену и Чимину Потому что у меня в команде нет ровесника 93-го года И так, увидев этих троих, это заставляет меня думать о том Каково было бы иметь такого друга, ровесника Так что я очень завидую А вы ребята рядом, и все Но я начинаю задаваться вопросом, каково это быть просто друзьями Иметь такого друга в команде Я часто об этом думаю Это здорово Ага А зачем плакать? Ты очень хорошо написал Какое прекрасное письмо Он мог бы стать великим писателем У нас с Джином разница всего 3 месяца И что, а ты хочешь отказаться от почетного звания? А у меня разница в 7 месяцев Мое письмо для Тихена Прочти его вслух и успокойте-то Тихену Мое первое письмо идет к тебе Это вызывает у меня смесь эмоций Как и Галька, которую мы в свое удовольствие видели на Гавайях Трудно выбрать, что я хочу тебе сказать Как открытое море, которым мы наслаждались Это может быть потому, что мы уходим далеко назад со многими общими воспоминаниями Я помню, как впервые встретил тебя Когда ты пришел с отцом в нашу общагу С большущими глазами Активными ногами И твои сморщенные губы Я сразу понял, что ты проказник А еще я помню, как ты волновался перед нашим дебютом Твой уникальный характер и странность Временами меня озадачивали Поэтому я задавался вопросом Что же именно помогало тебе вынести все это? Но со временем я отрастил волосы И я понял, что даже я Считая себя вполне нормальным Тоже странный и загадочный парень А еще меня привлекла твоя уникальность И временами я завидовал Потому что ты легко дружишь с людьми Ты всем нравишься Ты показал, что твоя странность На самом деле является твоим неповторимым шармом Ты можешь сказать, что это вызывает у тебя странные чувства Но с самого начала С твоего стажерства Я хочу сказать тебе, что благодарен тебе Как другу и как мемберу Спасибо, что не стал фермером И не стал играть на саксофоне А пришел к нам Чтобы стать одной командой BTS Давай продолжим в том же духе Письмо нам Джуна было очень поэтичным Это было стихотворение само по себе Как будто читает стихотворение А мозг нашей команды всегда выделяется Фанатам может быть трудно понять часть этого письма Только нам понятны некоторые части А мы знаем, что это значит Ага Перед нашим дебютом Тэхион сказал это Смогу ли я получить любовь, как эти парни Инструктор Сондык всегда говорил, что Тэхион справится Но сначала у меня были сомнения Я не понимал, почему люди говорили о Тэхионе Но он показал нам все Он наш замечательный участник Он занимает большую часть BTS Поэтому я хотел бы сказать, что я благодарен Потрясающе Тэхион, скажи что-нибудь Как вам понравилось его письмо? Если быть честным Я часто разговариваю с Рэбмоном Я прихожу к нему в комнату И рассказываю ему о том, что меня беспокоит То, что он говорит, успокаивает меня Он говорит мне держаться Говорит, что я могу это сделать Но так же здорово услышать, что он думает об этом Наконец-то очередь Хасока Радуйся, что ты не пишешь нам Джону Что? Какой напор? Моему бро Шуге Какой напор? Моему бро Шуге Моему бро от Джей Хопа Я думаю, это милое письмо Это значит, что он стесняется Это я, Хасок Мы вместе уже 7 лет Включая дни стажировки Когда я впервые оказался в общежитии Я чувствовал себя таким неловким и застенчивым Поэтому я остался в гостиной Затем ты пришел поговорить со мной И заставил меня расслабиться Я до сих пор не могу забыть тот момент Приехав из Кванчжо, ты был моим спасителем Когда мне было плохо или грустно, ты всегда был рядом со мной Когда я уставал и мне было тяжело, ты был рядом, чтобы дать мне силы Когда меня укачало на Бон Вояж 2 И я открыл глаза ото сна Первый человек, которого я увидел, был ты Хотя Чимин тоже был там Тогда я этого не сказал, но я очень оценил твою помощь Как бы мы не проводили время вместе Я очень тебе благодарен Я бы хотел сказать это этим письмом сейчас Спасибо, что стал членом BTS Спасибо Надеюсь, что ты всегда будешь рядом со мной Я люблю своего брата Спасибо Есть причина, по которой я говорю, что он помогал мне, когда я болел или грустил Эй, я даже возил тебя в больницу Он говорит, это уже 7 лет Он говорит, это до сих пор Когда дело доходит до мысли о нас, Юнги можно победить Благодаря этой возможности хочу еще раз сказать тебе спасибо Помнишь, когда я впервые присоединился? Раньше ты сидел на корточках перед телевизором Я сказал тебе идти внутрь и ложиться спать А да, ты много говорил со мной Он был первым, с кем я начал разговаривать Потому что Джей Хоу присоединился вторым после меня Я всегда следовал за ним Я сидел рядом с ним, пока он работал Вы знаете, старая комната на левой стороне Раньше я сидел на корточках, глядя, как он сочиняет песню Есть одна вещь, которую я не могу забыть Он был таким крутым О, смотрите туда Радуга Туда смотрите Закат такой красивый И радуга красивая Ой, не говоря об этом, я так смущен Спасибо, что поговорил со мной первым Я хотел сказать, что всегда благодарен тебе, даже спустя столько времени Спасибо, бро И последний Ему всегда неловко, с кем бы он ни объединился Король химии Чимин Чимин написал Джей Хоупу Да, Джей Хоупу Я умру, потому что мне так стыдно Он не смог закончить письмо, даже после того, как мы переехали Я всегда долго пишу письма У меня много мыслей Однажды я получил от него письмо на свой день рождения Это второе письмо Чимина ко мне Я думаю, он смущен Я так смущаюсь Ух Хасоку Я думал, что это будет легко, потому что это не первое письмо к тебе Но это не так Я очень нервничаю Потому что мы много разговариваем вместе И я говорю о своих чувствах к тебе Думаю, ты хорошо знаешь, что я думаю или что хочу сказать Когда я смотрю на тебя, у меня возникает эта мысль Он действительно честный и верный Он хороший и милый Я так думаю Человек может быть крутым, даже потому что он честный и верный И я понял это благодаря тебе Как младший брат и член одной команды Я многому у тебя учусь Ты всегда хорошо заботишься о нас Ты обращаешь на нас внимание и усердно работаешь Я знаю это Я хочу сказать спасибо от всего сердца Спасибо, Хён А надеюсь, ты позаботишься о себе и перестанешь беспокоиться о нас Мой дорогой Хюан, которому я всегда благодарен и которого очень люблю Это было так трогательно Было бы более неловко, если бы мы делили комнату в общежитии Но мы тоже делили комнату Мы соседи по комнате А у меня отдельная комната Я всегда хочу построить крепкую связь между нами Я рад, когда вы признаёте моё усилие И когда благодарите меня за это Спасибо, братья Это немного странно Хоть мы всегда и хотели сказать эти слова друг другу, но не могли Такие слова трудно произнести Да, сложно такое сказать Наверное Посмотрите на это Луч яркого света, который подобен нашему будущему Луч света под названием BTS может пробиться сквозь облака Это самое слащавое, что мы сегодня здесь слышали Что, правда? Как сказал Джин, я надеюсь, что наше будущее будет таким Озвучка BTS Bon Voyage Первый и второй сезоны Плюс закадровые эпизоды Доступны на моём канале Бусти Бусти.ту.слэш.джейкуб Ссылки в описании Субтитры создавал DimaTorzok